В Совете Федерации состоялся круглый стол с представителями министерств, главной темой которого стало обсуждение мер по развитию транспортной инфраструктуры сельских территорий. Представитель Верхней Палаты Парламента от Ненецкого округа Денис Гусев внес свои предложения, касающиеся увеличения цикла строительства сельских дорог с учетом логистических особенностей Крайнего Севера. Вопрос строительства дорог в сельской местности остро стоит не только для Ненецкого округа, но и других районов Крайнего Севера. На прошедшем в Совете Федерации круглом столе сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев внес предложения, которые касаются изменения схемы участия арктических регионов в госпрограмме комплексного развития сельских территорий, в части увеличения цикла строительства сельских дорог с учетом логистических особенностей Арктики. Один из критериев программы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – это годичный цикл строительства дороги в сельской местности, что естественно не вписалось в наши логистические и строительные временные характеристики. То есть мы выступили с предложением о том, чтобы этот цикл удлинить на три года. Сенатор также предложил при реализации программы в приоритетном порядке выделять средства из федерального бюджета на строительство сельских дорог с твердым покрытием к историческим памятникам федерального и регионального значения. Например, городище Пустозерск является местом паломничества туристов и археологов со всего мира. Предоставление субсидии позволило бы региону решить проблему транспортной доступности этого природно-исторического памятника и связать Нарьенмар с Тельвиской. В этом вопросе мы консолидированы с представителями Государственной Думы, от субъекта будем работать для того, чтобы наши предложения и наши дальнейшие действия, мы вошли в программу и финансирование, часть финансирования строительства и проектирования этой дороги осуществлялось за счет средств федерального бюджета. Это наша, наверное, главная задача, которая сейчас стояла. И я надеюсь, что мы все усилия приложим, начиная от региональных органов власти, заканчивая нашими федеральными. Село Тельвиска расположено всего в пяти километрах от столицы региона, и часть жителей работают в Нарьенмаре. В летний период им приходится добираться самостоятельно на лодках или на пассажирском транспорте. В зимний период действует автомобильная переправа. На сегодняшний день здесь проживает порядка 700 человек. 30% жителей ведут свою трудовую деятельность в городе Нарьенмаре. В этот процент входят также и ученики 10-11 классов, и студенты общеобразовательных учебных заведений, которые ежедневно добираются до города и периодически сталкиваются с проблемами и трудностями, особенно в период весенней и осенней распутницы. Кроме того, строительство дороги упростило бы и ряд других важных забот для села, таких как упрощение схемы работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и вывозу жидких бытовых отходов. При этом отпала бы необходимость в строительстве и содержании дорогостоящих очистных сооружений и площадок для длительного накопления твердых коммунальных отходов. Наличие дороги увеличило бы количество индивидуального жилищного строительства не только в селе Тельвиске, но и в деревне Устье. Многие собственники участков приостановили строительство индивидуальных жилых домов именно после прекращения строительства дороги на Ренмар-Тельвиске. Что касается госпрограммы комплексного развития сельских территорий, в настоящее время средства выделяются на строительство и ремонт автодорог к населенным пунктам, на территории которых находятся объекты агропромышленного комплекса, которые часто располагаются за пределами населенных пунктов. Поэтому проблема транспортной доступности для населения осталась нерешенной.